Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, добрый день. Можно, наверное, сказать, пока что все еще. Фармскинс у нас на подходе, и это группа, у нас получается, Д. Да, группа Д, и где будут играть LDL-C против Epsilon сейчас. Матч на вылик, к сожалению, для обоих коллективов, ну, для кого-то из них он закончится печально. Ну вот кого-кого, а вот LDL-C в лузерах я увидеть не ожидал. Но, с другой стороны, у команды сейчас не все так хорошо, так и в этом матче они и вовсе играют с заменой, что, конечно же, тоже несет свою лепту. Так и самое обидное, это что они играют матч на вылет замены, и нету T1-U. Да, да, да. И это один из ключевых игроков вообще LDL-C. Особенно на карте DMF. Здесь Devil и T1-U занимают ключевую роль. Devil есть, а вот снайпера нет. Да, и я не знаю, как будет LDL-C вообще в целом матча подыгрывать, потому что оно будет невероятно сложным подарить и в целом. И что такое? Ребята тянут время, развлекаются как могут. Ну, а вы же, друзья, обязательно забегайте. Тем временем на FarmSkins. Там сейчас идут невероятные распродажи скидки до 90%. Открывайте кейсы, забирайте крутейшие скины и радуйте свой глаз в игре. А мы же будем переходить в режим Live. Здесь Epsilon, начиная в защите на карте DMF, готовы на пистолетном раунде обороняться. У Робина уже смог какие-то имеется, уходит он под Аплент. Кстати говоря, что интересно, обычно такой игрок где-то на перетяжке в ХЛПе играет, а так уходит он сам на большие пески. Но в принципе, LDL-C затеяли раунд по седневности по точку А через второй миддл. Если бы здесь игрок у Epsilon имелся, то он бы, скорее всего, все это услышал. Но Epsilon вообще никакой информации по сопернику не имеется равно. Да, LDL-C нам будут дарить ряд красивейших моментов, но и ряд моментов довольно забавных. Посмотрим пока, как будет развиваться. Дэвил уже получил по голове. Как-то странно это получилось. Я видел, как он получил по голове, но он не погиб. Хотя Юст должен был нанести летальный урон. Видимо, прострел. Ну, видимо, да, через что-то залетело. В итоге выдавили противника из банана, и Дэвил там оставляют, собственно, на роль запирающего. Проход через зелень. Тут уже контакт с библиотекой. Космин оттуда уходит. А пойдут дальше втроебыши его давить. Космин справляется с первым, но дальше размены есть. Причем еще одну игрок на точке А закрыли. Чак пытается отстрелить хотя бы здесь ковры. Его поставят с четырехсторонный, и погибает бедный Чак. Да, Смуя и Сурил остались вдвоем против целой пляды игроков LDLC, которые закрепляются в точке, ставят бомбу и готовы ее оборонять. Но вот Смуя тут сильно рисковал. Тем не менее, риск был оправдан. Он заметил как минимум двоих соперников, и забрать Алекса в пункте должны. Но информация теперь из-за того LDLC по обоим игрокам. Они понимают, что второй здесь тоже в этом направлении находился. Его здесь забирают. Да, в принципе, тут еще и маньяк к спину подходил. Так что в целом раунд уже LDLC был в копилке. 1-0 в их пользу. Дальше будет форсбай от команды Epsilon. Нет, все-таки полноценный форсбай. Но просто, знаешь, некоторые команды там любят экономить на арморах. Возможно, пистолеты чисто докупить, двойной экс играть и выйти с хорошим баем далее. Ну, Epsilon у нас играет более-менее дефолтно, так скажем, по классическим лекалам. Так что от них таких решений обычно не ждешь. Конечно, будем показывать матч Мэнс надход. Куда без этого? Сегодня три матча на фармскинсе будет. Друг за другом они будут идти, друзья. Так что обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что впереди у нас еще плей-офф. А там-то такие сочные команды у нас приготовлены для вас. Да, но об этом чутка попозже. Здесь же ты посмотри, как близко уже пробираются LDLC по апартаментам. Сейчас Робин заметил как минимум двоих. Дает об этом информацию. Стягивается сам в плей-офф. И втроем постараются и об всем принять соперников. У Чака шикарная позиция. Будет в паре с Робином принимать. Но шансов по-прежнему немного. Обычно здесь третий игрок нужен. Просто здесь вдвоем развалятся очень быстро они. Особенно по одиночке сейчас, как они разъединяются. Против Кавров вроде как Робин собирается действовать. Там уже уходит с позиции Чак. И какая-то легкая перетяжка по 70 под точку В пошла. Ну, растянулись довольно сильно действительно Эпсилом. Пока еще не было никакого контакта. Но ЦЗшки, конечно, это очень хороший пистолет. Но всего 12 патронов. Поэтому перестреливаться нужно обязательно парами. Да, и желательно тратить по 6 патронов на одного соперника. Иначе там беда будет. Так, есть уже минус по Робину. Дальше в планте Чак. Рядышком на арке играет Смуя. Но Смуя абсолютно безучастен. Уже погибает Чак. Смуя пытается выдать немного импактов. Сносит голову Экзистенса. Но тут же есть еще один минус от Космина. А вот второго забрать он не смог. Ну, я... Нет, получается-таки по голове очень жесткий, конечно. Хеджат от Смуя. Сорил последний. Он 1-3 в теории. Там Алекс 30 кп. Дэйл 54. Маньяк 56. Там еще и девайс на зелень можно было бы подобрать. Но там подходит уже соперник. И маньяк перестреливает. Ну, найс. Ну, шансы были у Сорилла. То есть, да, ты правильно отметил, что там были битыми игроки LDLC. Но, тем не менее, несмотря на всю опасность, LDLC выживает второе. И переносит три калаша. А сейчас против экономического раунда еще больше укрепятся в своей экономике. Да, и Крафт тут, в принципе, шибко много денег не тратит. Купился 10-й маг, гранат, второй армор. И в целом, не такие большие затраты у него вышли. Кстати, что интересно, вот, может быть, как... Наподобие того, как Зевс играл в Ликвид на мажоре, Крафт будет исполнять в экономический плюс своей команде, закупаясь по минимуму. Это было бы тоже интересно. Да, и раздавая там калаши временами своим тиммейтам. Может быть, увидим его с каким-то пистолетом. Тем более, что LDLC такая команда, которая любит отыгрывать от одного девайса в каких-то сложных ситуациях. Так что в этом есть смысл. Интересная засада сейчас от Epson по точке B. Там буст в темке вообще. Игрок один за тройкой, один в хилпе находится. Неужели LDLC пойдут? Нужно прочекать, нужно, наверное, как-то подраскид. Забросить сюда одного, вот, например, Экзистенса. Постреляться, посмотреть, где находится враг. Ну, если что, тиммейт разменяет, если что, отойдут. Но все же, прямо сейчас стягиваются отсюда игроки LDLC. Я вспоминаю позапрошлый Инферно от LDLC, когда Дэвилл стоял на банане с 10-м Аком. Решил проверить, что это в B пленту находится. А там буст из четверых игроков. Они стояли лесенкой вот возле тенки друг на друге. Так, ну все, пошли уже в сторону точки А. Выходить LDLC. Продвигаются через зелень. Уже есть минус по чаку. Это единственный игрок на А. Был, все, можно спокойно закрепляется в пленте. Ставить бомбу. Ну, а двух парней с фармганами, ну, по крайней мере, Крава уж точно можно отправлять на охоту. Ну, и пойдут, конечно, я писал, не знаю, эксид-фраги какие-то делать. Хочется девайсы забрать. Но LDLC-то тоже все прекрасно понимают. Они останутся при своем. И на передовую отправлять будут эксистенсом вместе с Кравом. Хотя Дэвилл здесь, кстати говоря, проходит где-то. Маньяк, видимо, не за то ли, не за то ли, думал, что добил соперника. Всяком случае, его смог забрать 4 хп и прибежать отсюда. Главное, и не попасть сам. Да, да. Последним остается Космин. Его здесь 100% найдут. Вопрос в том, кто сделает этот фраг. Делает его Алекс. Ну, и под фармил только эксистенс. Остальные получили по 300 долларов за каждое убийство. Да, и без АВП, судя по всему, Эпсон будет играть. Более того, даже с Юмпиком на руках придется действовать. О, и волшебный единорог нам вновь поступает. В Инстаграм. Друзья, не забывайте, что можете постить также и в Инстаграм фотографии с хэштегами Си Студия. Также будем выводить на экран трансляции. Эту единорогу мы тут с Норвом, конечно, запомнили надолго. Да, ну и в Твиттер также пишите почаще какие-то свои мысли, какие-то свои замечания по поводу игры, по поводу Counter-Strike, да вообще всего, что связано с сегодняшней трансляцией. Будем с вами это все обсуждать. Да, и вот интересно, LDLC, скорее всего, наверное, Экзистенс будет большую часть времени играть с АВП в сегодняшнем игровом дне. Как же не везет Эпсон сейчас. Они могут такой дистайминг словить. Уже пошел диссанс к Авропе. Это два фармгана на передовой. Узбачаку есть. Моэзис, тыс, это последний путь. Вроде как халпа на малых песках. Есть, ну яй. Накалил до красна, забрал с юзпика. И неужели не задавят его? Экзистенс 2 хэдшота оформляет в НТ. И теперь 2 в 2. И по ХП ситуация равная. Да, в принципе, здесь абсолютно равная. Знаешь, похоже на вот этот Вингмен режим. Напарники. 2 на 2 остались. Бомба стоит. И ретейк от Эпсилон. Сурил. Работа через 20-к. Тимаэд уже погиб. Это проблема. И скорее всего должны догадаться, что Сурил задел с другой стороны. И причем еще и Дэйвил у него в спине. Но Дэйвил чует на самом деле. Где находится соперник обычный. Уж такая у него роль в команде. Что он знает, когда выйдет. Экзистенс 3 кила. Зашел в плент, разменял всю свою команду. Выявил ситуацию на 2 в 2. И еще и на ретейк не выпустил игрока Эпсилон. Ну, шикарно отыграл капитан в этом раунде. 4-0. На своем пике LDL-C уже уверенно ведут. Оператору меда. Ничего себе. И тебе здравствуй. Но вообще первый рабочий день на этой неделе только начался. Получается сегодняшний понедельник. Вроде февраль. Да. Ну что. 4-0 пока что. 4-0. И Эпсилон пистолет на руках. Да. Вообще мы с тобой еще отмечали такой момент, что интересно. Два мультинациональных коллектива здесь столкнулись. В одном по идее должно быть два бельгийца. В другом два британца. Но тем не менее все остальные разных национальностей. Вырубили уже Экзистенс. С Муи еще можешь забрать Дэвила. Ну если тут дальше полезть. Не полезть. Да. И да. То Лана сегодня нет. Опять же отмечаем, что вместо него играет Крафт с АВП. Что самое интересное. Вот так вот решили действовать ЛДЛС. Вообще Экзистенс бывает играл роль второго снайперса. А может быть получилось так, что Крафт его подобрал сейчас. Не уследил я. Может быть действительно Экзистенс. А он сначала с этой снайперской винтовкой был. Так. Ну пока же будем наблюдать за тем, как ЛДЛС на 50-й секунде. Скорее всего под Б будут стягиваться. Вообще в данный момент они угадывают. Но я уверен, что Космин перетянется. Проблема в том, что с пистолетами принимать даже в преимущественной по живой силе ситуации будет сложно. Да, так там вообще один лишь Смуя. К сожалению для Эпсиона. Но в копья вроде как Космин не торопится куда-то уходить. Но тем не менее. Если Смуя сделать даже фраг, тут молниеносный. Размен должен быть сейчас прямо разошлись, так как Эпсион в разные стороны. Но Алекс пойдет мстить за своего боевого товарища. Я знаю, что он где-то в планте. Догадывается, что он находится на тройке. Смуя уже третий хэдшот, вешает четвертый. Повесить обязан. Не получается, но дорабатывает Космин. И остается только один маньяк, которого в спину Сурио уже закрывает. Кто бы мог подумать, действительно. Дезерты Га Цмуя такую работу провел в этом раунде. Сначала первого вырубил хэдшотом, потом и второго при выходе. И уже успели разойтись. Болеет у нас за Эпсион. Наши зрители. Некоторые. Я уверен, что... Кстати говоря, я уверен, что у DLC болельщиков как минимум побольше будет. Ну, из-за экзистенса, из-за маньяка, наверное. Дэвил. Ну, и тут, видимо, ВП с Муием. Уверенный бай от команды Эпсион. Первый раунд они взяли. С Муием уже реализовал. Авик забрал. Аликса. Тут же погибает маньяк. И два минуса, три минуса от Чака. Они же прожаренные вышли. Там Молотов не потушил до конца... Вернее, смог не до конца, не потушил Молотов. И в итоге по этому Молоту побежали. И они выпрыгивали просто прям на прицел к сопернику. Да. Дэвил в сложнейшем клаче. Один в пять при выбитой бомбе. Есть еще целых полторы минуты, но шансов не так много. Как можно больше вреда экономике Эпсиона нанести. Вот это, наверное, приоритетная задача для него сейчас. Но пока он еще свой контакт не нашел. Так, ну, Дэвил сейчас, скорее всего, погибнет. Если дальше продолжить. То же направление. В принципе, это происходит. Два-четыре. Эпсиона начинает давать. Ну, такой стартовый камбэк, что ли. Смуя восемь фрагов имеет уже на своем счету. Восемь также у Маньяка. И по нулю... А, нет, у Сурьева есть. Минус ноль у Крава. Но, я думаю, свое еще наверстает. Да, найдет там кого-нибудь загулявшего игрока. Либо просто пытается вылетать. Вот, кстати говоря, с ЦЗ он играет в этом раунде. То, в принципе, как и Зевс играл за Ликвид. Так, тут закрепляется Дэвил на дровах. Все гранаты пролетают мимо. Сейчас по нему должны прилететь. А Молотов что-то... Нет, нет. Не догадывается даже, что Дэвил успел проскочить. А это очень важно. Сейчас может обоих забрать. Под флешку врывается. Одного забрал. Второго должен за спрей. Дэвил! Минус два. На точке Б никого нет. Срочно нужно туда выдвигаться. Он это понимает. Человек это все вокруг. Никого не находит. Но замедлились. ЛДЛ-7. Ха, интересно. Они даже в такой ситуации хотят растянуть защиту соперника. Просто, ну, действуют медленные. И за это время Эпсон в теории могли бы вообще втроем даже сюда стянуться. Да, но тем не менее здесь рядом только лишь Смуя. И пока он не идет на эти перестрелки. ЛДЛ-Си, находясь пятером, закрепляются на точке Б. И маньяк. Маньяк будет отрезать любые попытки уйти на Сэв через апартамент, через второй мидл. Вообще в теории там Смуя... Смуя. Технические неполадки. Скорее всего, да. Слушай, он же АВП потеряет сейчас. Это же вообще беда. Но пожалели ты его. Как? Не убивать? Да, не знаю, но он стоит же. Хоть резать не стали. Да. Но это печально для Эпсон. То есть изначально уже ситуация 3 в 5 говорила о том, что выходить на этот рейтейк очень будет сложно. И теперь уже вот... И были 2 в 5, по сути. Да. И снайпера, по сути, тоже потеряли. Он вылетел из игры, можно сказать. Ну, либо там что-то произошло у него такое, что он подвис очень жестко. Да. Это неприятный момент, но я думаю... Они и сами понимали, что раунд проигран. Тем более, что еще 2 тиммейта также свои девайсы не подсевили. То есть в любом случае там бы снайпер умирал. Да. И теперь уже Эпсон возвращается туда, откуда начинали. Денег опять у них скоро не будет. Потому что они взяли всего лишь 2 раунда. То есть для закрепления экономик, по сути, нужно раунда 3, наверное, скорее всего, забирать. И с минимальными потерями. Потому что толку большого нет, если вы там вчетвером постоянно каждый раунд погибаете, конечно. И у вас всего лишь один игрок там имеет какой-то плюс по экономике. Вот. Поэтому сейчас, конечно... В затрудненном положении находится Эпсилон, к сожалению, из-за предыдущего раунда. Но Дэвилл просто... Скользкий жук просочился туда на эти дровишки. И остался там незамечен до последнего. Похожая ситуация была. Также Дэвилл просочился на дрова. Вот буквально пару дней назад я комментировал финал Ассамблеи против Хаву. Играли LDLC. И он точно так же просочился на дрова. Точно так же его не ожидали. Но в той ситуации он не смог дать ни одного фрага. Он выскочил тут же, получил по голове. Флешка не сработала здесь. Все сложилось удачно для LDLC. Но тут, понимаешь, 50 на 50. Если бы поступили немного более мудро Эпсилон, и один игрок пошел бы агрессивно играть, а второй бы просто его прикрывал, тогда бы, наверное, разменялись, может быть, даже в плюс. Эпсилон в той ситуации. Просто еще интересный момент. Если граната достаточно, то обычно туда еще и два молота могут прокинуть. И двумя хаешками закидать эти дровишки, чтобы противник там не остался. Здесь лишь один смок. И вот эта вот аркада, конечно, она может и нарваться на ответную какую-то агрессию. Соперник тоже через дым. Ну ладно. ГЛХФ написали команды. 2-5. И здесь Эпсилон будут уже закупаться на последние деньги. Рассчитывать на то, что именно этот раунд они потащат. Иначе будут отпускать LDL-C очень далеко вперед. Так, смок сразу же положили. Раз, правда, без излишней агрессии от Эпсилон сидит за цементом. Дэвил опять здесь успел... Они просто через дым без флешек вылетели сейчас. Да. Это верх наглости, по-моему. Это LDL-C. Вот что это. Ну и посмотрим. Здесь уже втроем точку Б укрепили. Эпсилон хорошей позиции, но подсадка должна была сработать. Дэвил не справляется с одним, со вторым не справляется уже. Маньяк Экзистенс также отлетел. Вот так вот теперь уже без потери. Эпсилон в этом раунде идут. И остался один Крафт в клатче. У него 0 килов, напоминаю. Может быть, Крафт сейчас... Не знаю. Я тоже не знаю. Ключ со второй дыхани какой-то нюанс. Может, в форме здесь эйс, но нет. В принципе, хэшот один оформил. Дальше уже не смог самолдать со спреем. 3-5. Эпсилон не отпускает далеко LDL-C. Теперь, кстати, Герей, LDL-C с длинное положение скоро будет. Там 1400 уже в экзистенс. Но, в принципе, Крафт-теория, думаю, дропнет. Болеют у нас за LDL-C. А вы? Причем, кстати говоря, на скриншоте, где присылали твит, что болеют за Эпсилон. Да, забавно. Экономический раунд от LDL-C. Ну и, по сути, должны Эпсилон забирать себе четвертый. Там еще и денег не так много вообще у тиммейтов. Я не помню, у экзистенса, по-моему, там полтора тысячи было. Это плохо. Решили сыграть все-таки пистолетный экономический раунд LDL-C. Давайте, скорее всего, четверочка будет для Эпсилона. В принципе, Эпсилон уже брали раунд с кастерными пистолетами. Почему бы и LDL-C то же самое не показать. Пока не подставляется ни один игрок атаки. Потому что защита именно сейчас навязывает инициативу. Горит Дэвил. Дэвил сильно горит. Сгорает в итоге. Ну и тут Сурилон пошел все глубже. Играть под флешку врываются. LDL-C выдавливает отсюда игроков. Защиты. Космин начинает топить. Есть один фраг. Второй, третий. Уже от Сурилона. Ну и Смуя заканчивает по маньяку. Ну да, это 4-5. И теперь уже максимально безопасно. Даже несмотря на то, что про них играли пистолет. Но, скорее всего, кстати, Грефисон подозревал, что там может быть какой-то еще бай на оставшиеся бинги. От LDL-C может. Да, поэтому, в принципе, с двумя моутами этот банан зачистили. И вот он, экономический раунд в стиле команды LDL-C. Это надо называть LDL-C-ческий, наверное, раунд какой-то. Потому что мы уже так привыкли. Постоянно его наблюдают. Действительно, много фармганов, пистолетов. Но бай не на все деньги. От флешки и Дэвил врывается уже. Свети противника заметил. Смог его все-таки здесь забрать. Чуть-чуть подгорел, но это не страшно. Фраг за LDL-C. Как же они пострадают по ХП, поэтому молотом пробежались. Зато позиции заняли, выкурили отсюда игроков. Защиты сами будут сжать, но у них и спину прожал уже Смуя. По нему должна быть информация. Он отрезал себя смоком, пытается заспреить, забирает маньяка. А дальше не пошли тиммейты. Будучи в бланде, Дэвил ничего не смог с этим поделать. Еще одна зажигалка не дает там действовать команде LDL-C. Они проходят на миддл, сгорает вовсе крафт, теряет бомбу. Она уходит на ноли. Тут Дэвил врывается, забирает одного. Но остается только два игрока LDL-C. Дэвил также погибает. Как же все ужасно сложилось с LDL-C в этом раунде. Просто я не знаю, все против них. Но с самого начала просто решение пробежки по молотову. Вы потеряли очень много ХП, да, вы противника выкурили. Но тут уже, знаешь, нужно либо драться, либо убегать. То есть они пробежались по молотову, ХП потратили свое. Но при этом плане стали давить. И подождали пока этот молотов раздевается и пойдут уже назад. А сзади уже звено точки А поджало. Обидно. Старички должны зарешать LDL-C вперед. Ну, на самом деле могут. Но пока Эпсилон на пике соперника смотрит лицо. Очень даже неплохо смою. Можно забрать, он успевает скрыться. А тем временем взорвали просто краба. Ну, по инфе, по всей мере, с центра там пошло то, что на полтора смок упал. И, скорее всего, противник будет пушить второй мидл. Поэтому флешка молниеносно последовала. Так, ну и Алекс в апартамент. Тух, пули пролетают буквально перед лицом. Секундой позже Алекс мог бы остаться здесь без головы на самом деле. Да. Ну и перемещается на бойлер. Сложный раунд для LDL-C. Вновь они в меньшинстве. Кстати говоря, до этого, если теряли они игрока, то очень быстро сыпались один за одним. В этом же раунде пока в четырнем продолжают движение. Ну, Эпсилон дает двадцатку. Они зарываются в плент сейчас. И, если честно, не самое лучшее решение, возможно. Ну, просто противники свободно могут пробежаться до вас и задавить уже. Но у LDL-C мало гранат. У них есть три смачка. Ох, Алекс сильно рисковал. Сейчас Смуя рядом. Алекс выходит и получает по голове в меньшинстве. Остается команда LDL-C даже после минуса от экзистанса. Дэвил все-таки справляется с Чаком на точке. Только один Смуя. Смуя погибает и все. Это чистое А. И там, в принципе, убивание будет 2 в 3. Но Дэвил вроде как разный. Экзистанс тоже простейший ПХП. В теории здесь выжечь можно позицию на больших песках. Но тоже надо угадывать, где здесь соперник. Либо слева, либо справа. Ну, многое будет зависеть от маньяка. Маньяк, наверное, сейчас самое важное звено. В своей команде Дэвил уже погибает. Маньяк через апартаменты. Должен будет как можно быстрее помогать своему тиммейту. Экзистанс тем временем за Смаком танцует. Заметить его не смог Суриова. Теперь видел, но забрать не успевает. Бомба тикает еще сильнее. Экзистанс минус. Ну, узнает, где находится. В итоге теперь Экзистанс космин. Но он получает просто по щам от капитана варажской команды. И это 6-5 пользовал DLC. Ну, тут на опыте Экзистанс, конечно. На краю Смака играл один раз. На краю Смака играл второй раз. Обе ситуации он выиграл. Вперед тейпсил он за Спарту. Ну, тут уже, наверное, просто бы его клич пытались придумать для этого. Да, просто Экзистанс и Спарта, по-моему, не сочетаются. Ну, это греческая буква тут. Ну, может быть, да. Может быть, да. Так что, да, можно и так сказать. Посмотрим два Юмпа в защите. Вот это интересно. Контактный бай выглядит неплохо. Тем более, что Экзистанс нам уже показали, что они готовы бороться. И знают что-то. Тактика команды LDLC. Так, смывился СВП. Вообще, обычно сюда прилетают и флешки. И снайпер обычно, по-моему, даже одной флешкой гранаты можно отсюда отогнать. А в целом, еще и молотов закидывают. Но оставляют на банане лишь одного Дэйвила. Команда LDLC. И попытается разыграть вам по точку, как Д4 уже игрока у Эпсилон. Так, Алекс. Пока проходит. Закрепляется здесь. Но на самом деле, вот многое зависеть будет от того, прочитают они Сурилу или нет. Но, кстати, на точке Б никого нет. Сурилу открывается, забирает одного второго. И выводит свою команду в большинство. Тут же есть размен 3 в 3. Ну, а на Б стянулся уже косвим. Вдвоем охраняют точку А. Чак. Сейчас забирает Крава в спину. Выбивает бомбу. И проблемы у маньяка. Нужно подбирать бомбу. Он понимает, что ее возможно контролить. И возможно даже вдвоем. Хотя она выпала как-то очень... Как-то глубоко выпала, на самом деле, на двадцатку. И это плюс для маньяка. Он сможет как минимум поставить плент, возможно. Но пока его тиммейт здесь за спиной. И... Не, все, подошел. Ну и... Ты посмотри, они просто пошли пушить игроки Эпсилон. Пошли пушить плент. Отсюда просто ушел. Дэвилл, маньяк погиб. Дэвилл может не успеть ничем помочь своей команде. Уходит в бойлер. А там Эпсилон не торопится. Там плент не до дефолл. И вот чем проблема для Дэвилла. Ему придется бежать через всю эту двадцатку. И смотри, что происходит плент. Еще и дым от тиммейта здесь лежит, что самое интересное. То есть все против Дэвилла сейчас. Так, Дэвилл против Космена. Неудачный тайминг. Дэвилл в этот момент находился в прыжке. Космин тащит раунд. Космин дает дабл килл. И это шестой для Эпсилон. Паритет восстановлен. У Элл ДЛС должны быть деньги на бай. Представь, какая ирония. Твой тиммейт кладет смок против двадцатки, чтобы противник тебя оттуда не запушил. Ставит бомбу не до дефолта. А в итоге его убивает два игрока с малых песков. А твой тиммейт находится в коврах. Если бы те начали диффузить сразу же, то это моментально без шансов. Смогут ли Эпсилон? Ну, моя ставка на то, что действительно смогут. Ну, в целом матч 50 на 50 на самом деле. Хотя, с другой стороны, вот минус... Ну, и Туану нет сегодня. И я думаю, конечно, что это вообще не сыграет. Да, в моем решении это тоже был ключевым моментом. Все-таки Эпсилон здесь шансов должно быть побольше после того, как снайпера лишились на этот матч Эл ДЛС. Маньяк уже есть энтрифраг. Дальше продолжает продвигаться с ножом. Выходит в Б, а тут Сурил. Его встречает, его и двух его тиммейтов. Это жестко. Сурил триплкилл. Еще и живет пока что последнего за тройкой. И выкуривать его отсюда просто физически нечем. И только лишь пистолет и флажка хорошая. Сурил уже квадро. Последнего забрать, ну, скорее всего, не получится. Там тиммейт должны будут дорабатывать. Он получает пулю с затылок в догонку. И вновь раунд для Эпсилона. Хотя было опасно, тоже стоит признать. Маньяк закупил один калаш, сыграл вот так вот инициативно. Но мы это отмечали уже, что Эл ДЛС любит играть от одного девайса. Сейчас Маньяк сыграет на ЦЗшке. Возможно, стоит свапнуться с Крабом. Или нет? Интересно. Ну, решили так отыграть. Что ж, посмотрим. Ну и видим, как контактные решили в миде отыграть Эпсилон. Поглядывают именно туда. Там вообще на апартаментах открывается Робин. Робин погибает. Алекс, да что ж вы все с ножами-то бегаете? И тут же слепые игроки не могли себе ничего поделать. Хотя Чак все-таки за контролем Алекса. Да, и теперь же ситуация 4 в 4. Краб просел довольно-таки серьезно. Смоё, конечно, тоже пострадал. Но это снайпер команды Эпсилон. В принципе, большой роли здесь не сыграет, сколько у него ХП. Ну и замедлились уже LDL-C. Вообще, знаешь, вот как не бегайте с ножницами, нужно LDL-C повесить где-то. Не бегайте с ножами. Да, да, да. Если мы уже даблкил, тем временем сформлять на двадцатке. Каждого поочередно успел придять. Третий фраг, да, и третий фраг. 40 ХП у снайпера. Опять же, это возвращается к тому, что ваше ХП не играет никакой роли. Если у вас отменная реакция и вы играете с АВП. Да, буквально по одной пульке можно получать втушку от каждого соперника. Тем не менее, свой фраг после этого моментально выдавать. Ну и продолжается у нас перекличка. На этот раз из Инстаграма пост. Да, ну, достаточно много уже людей воспользовалось такой возможностью. Запостить свои фоточки в Инстаграм. В принципе, кто-то ПК своим хвастался. На статурейзер ПК присылали, я помню. Вот, так что довольно-таки интересно. Смотрите, а тут Аркада, да ладно, так не вовремя. И всё-таки есть минус от кросса, но он может сгореть здесь. Или, 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 если ты против чёрного игрока нет, не получается. Патроны-то кончились, LDLC втроём остаются, но они вновь не торопятся. Там вообще поспел уже Алекс на подбор девайса, а Экзистенс погиб, Дэвил горит и уходит в смолку. Скрылся в том, а он чё есть? Бомба! Его забирает, а он просто из дыма верхом выбивается. Алекс говорит, тут АПЛЭД вроде чистый. Да, друзья, приходите. 9-6, Эпсилон выигрывает первую половину, довольно уверенно напоминает, что это пик команды LDLC. Да. Ну что, Ани, получилось всё-таки в LDLC выиграть первую половину. Ну, пока что счёт 9-6, да, это разница в три раунда, в принципе, небольшая. То есть, с выигранной пистолеткой можно забрать эту серию. Но, тем не менее, это Инферно, это самая играбельная карта LDLC, ту, которую они постоянно тренируют. Да, отсутствие снайпера, конечно, здесь безусловно сказывается. Да, так тем более куча микромоментов, вот они проигрывали. Где-то в молотов забежали, где-то в верный тайминг, где-то с ножом выбежали, тебя забрали. И, казалось бы, это всё не сильно должно влиять в целом на игру, если сильная тактическая составляющая. Но, играя с заменой, вы не можете реализовать себя целиком и полностью. И вчера, знаешь, я комментировал матч на регулярном сезоне МДЛ, она же ICA Premier. И там играли Фракстерс против Pride. И там вот уже можно было видно, когда они дошли до овертайма, что Фракстерсы будут аутсайдерами. Потому что у них постоянные дистайминги и, ну, ужасные позиции занимались. Вот здесь приблизительно то же самое получается сейчас. Но, тем не менее, я напоминаю, что матч на выбывание важен для обоих коллективов. Для Epsilon, как для вот такого молодого свежего состава, любой турнир сейчас важен. Любые важны попытки даже выйти из квалификации. Это квалификация на IEM Катовица. То есть это очень важный для них турнир. А вот LDLC должны доказывать, что состав сильный. Несмотря на кучу замен, которые производились на протяжении прошедшего года, они сейчас, как по мне, выбрали неплохой сетап. Нужно его реализовать. Ну что, пробежка по центру, выход по точку АПСи вместе от команды Epsilon. По идее, уже должны понимать LDLC, что выход будет именно сюда. Уже халпа подтягивается в виде товарища Дэвила. И тут уже, конечно, Epsilon оккупировали план с двух сторон. Там два игрока на больших песках сейчас. Да, пески укреплены. Два минуса есть уже от команды LDLC. Еще и еще. Остается только один чак, и тот ненадолго дал килл по Аликсу. Тут же погиб. Блестящая приемка сейчас была. И укрепление песков сработало. Я просто, знаешь, так вот задумываюсь. Epsilon может начать все получаться. У них может начать сыгрываться состав. С рождения за Epsilon вперед работе Geass Avatar и LDLC. Это, кстати, ирония на самом деле. Возвращаясь к теме, что Epsilon у них может начать что-то получаться. Там могут таланты вырасти серьезные. А у них просто их заберут. К сожалению, такая участь постоянно. Такое мы уже видели. Но там были шведские составы, которые разбирали. Здесь состав мультинациональный. Так что, может быть, как-то по-другому все сложится. Тем временем, Космин уже минусует Крава, подбирает его девайс. Да, это всего MP9. Но, тем не менее, всяко лучше, чем ЦЗшка, на которой патроны и того больше скоро кончатся. Да, и там, кстати, уже на банане оставляют маньяка. Минус есть по Робе. Но в коврах все-таки, видимо, решил тут начать действовать. Так, ну пока маньяк здесь готов прокидывать второй смоук. Не давать на банане действовать абсолютно игрокам Epsilon. Ну, а те, в свою очередь, играют медленно. Апартаменты контролируют целиком. Вообще даже Сурил шугает отсюда игроков LDLC, а сам уходит тиммейтом в сторону B. В принципе, если они сейчас заберут маньяка, они просто полетят под пустую точку B. Но маньяк уходит глубоко, отдавая банан. И у него еще есть смоук. И приходится тиммейт стягивать к себе, потому что в любой момент противник может вылететь сюда. Но маньяк, кстати, не торопится свой смоук отдавать. Это очень важный момент. Вот только сейчас он пошел, выигрывает очень много времени. Если будут Epsilon выходить через этот смоук, у них будут огромные проблемы. Там, тем более, буст еще и осуществляется на клумбу. И один должен на гробы куда-то уходить. Два смока. Есть еще и две флешки сверху. В идее при фаер Дейвела полетит, и Дейвел уже слезает сходу просто. Так, маньяк есть, минус по смуе, отходит, вырубил самого опасного. Сейчас игрока Epsilon. Тут же еще один минус от Дейвела по космину в смоук. И вдвоем остается Epsilon. Напоминаю, что это форс бай раунд. Это даже не экономический минус. Все-таки есть по бомб керри, но бомбу тот все-таки поставил. Ой-ой-ой, Сурил, как же держал прицел на модельке соперника, но потом уже переместился. Ладно. В принципе, бомбу поставили уже плюс. Но, так и начало DLC, как мы говорили уже в перерыве между этими половинами, то, что они могут сейчас выйти на партет по счету. Да, так и все шансы есть. Здесь, конечно, будет бай с недефлотными пистолетами. Может быть, даже пару арморчиков первых закупят. Но будет он немного менее опасным, чем предыдущий. Победит Дружба. Нет, здесь так не пройдет. К сожалению, не здесь. Но, кстати, я за то, чтобы на первых двух картах победила Дружба, и увидеть Коббл Стоун я лично хотел бы. Это нещая на двух картах-то, да? Нет, я имею в виду, что один-один разойтись. Ну, да. Ладно, неважно. Здесь уже проход Аликса под центр. Под флешкой, видимо, как он пикал, только немножко запоздал. Лазг, когда-то в руке Класс Мид, выходит на него и переследует не срок. Да, несмотря на то, что свитч у девайса, Аликс, тем не менее, успел уже его целиком достать, перезарядить и забрать соперника. А здесь уже Апсом будут отыгрывать и без позиции, и без информации. Заперто с всех сторон на старте. Ну, и Дэвил даже может ворваться. Эти-то парни могут. Да, либо его здесь просто ставят и уйдет с банана вообще маньяк. Так, Экзистенса можно забрать. Рисково он играет. А здесь целых три игрока атаки. В любую секунду могут выйти на него целой толпой. Есть уже три минуса Экзистенса, квадрокилл с одной позиции. Минус толпа, как говорится. Хотели выйти, вышли, не получилось пройти. 21 фраг у Смуя. Никто даже, ну там, 17 фрагов самое близкое у Экзистенса, ты понимаешь. И то он квадрокилл в прошлом раунде дал. Да, Смуя, конечно, хорош на Инферно. И ладно, уж не будем застрять ни май на фраг, там просто такие забавные моменты есть. 9-9. Счет на этой карте пока, чтобы мы вздропнули на ноле. И занятие банан по 70 от ЛДС будет сейчас. Прожарочка Чака. И нет. Смачок потратил в итоге Чак в этой ситуации. Тут же ЛДС вышли агрессивно. Постреляли. На самом деле маньяка мог бы здесь наказать Чак. Но выходить, естественно, он не стал. Слишком опасно. Это мув. Ну и оставляют маньяка вновь в соло играть на Б. Да, свои гранаты Дэвил. Ну и как он? Пойдет с ним играть? Смог глубокий. Ну тут флешка в ответ. И могли бы, кстати говоря, по-хорошему занять. Но они боятся вот этого вот врыва от ЛДС. Там с катушкой, там менталка накидывается. К нее, конечно, сыграть можно вдвоем. Но времени потратят очень долго. Очень много здесь. Ипсион. Чтобы устоять и ждать этого врыва. Да, можно оставить одного-двух игроков как-то пассивно охранять этот банан. Чтобы слишком агрессивно здесь ЛДС не играли. Идать миддл уже посмотреть, что можно извлечь из этой ситуации. Они на самом деле могут извлечь вообще Аликса и Крава из этого раунда. Такими темпами. Потому что хелпа тут, конечно, перетягивается. Но, тем не менее, может, в принципе, икзистент здесь мало чем поможет. Ваш хорошее задается. Икзистент здесь мало чем поможет. Опасно было, очень опасно. Пули летели куда-то в непонятном положении. Но, тем не менее, все-таки минус есть. Есть подобраны калаши. И возможная приемка нам. Два минуса в итоге от команды ЛДС. Еще и Робина должны забирать. Аликс не помогает тиммейту. Сам справляется икзистент вообще из пистолета. Аликс занимался тем, что он контролил Чака. И это практически беспроблемный раунд для команды ЛДС. Да, довольно-таки уверенно приняли. Но, действительно, в принципе, никто не застрахован от вот этих вот моменталок в ковре. Потому что ты все время напряжен. Ты все время ждешь, пока вырвется тут соперник. Тебе прилетает моменталка, и все, и ты ничего не сделаешь. Болеют за Эпсилон у нас. Из Краснодара. И, да, друзья, не забывайте, твиттер для вас всегда открыт. Так что не стесняйтесь писать туда. Интересный вообще момент, насколько заранее было известно, что ЛДС будут играть замены. За пару часов до матча было это известно. А вот, мне кажется, не раньше. Ну, да. Так а на что бы это могло повлиять? На людей, которые делали ставки. Да. Хотя, ну, если за пару часов, то все равно переставить, то можно, ну, бог мира, скандора. Ладно, тут вообще интересно, что Эпсилон на экономическом раунде уже двоих вырубили. Так-то можно еще и разобраться, например, с Дэвилом на банане. И вообще на Б уйти. Только здесь, правда, действительно, Дэвил сидит в упоре. Но такая команда, как Эпсилон, уже должны понимать, что здесь сидит где-то игрок. Но нет, все-таки забрать его не смогли. Дэм уже даже не, если что, обидно. Это знаешь, что-то как бывает, ты проверяешь угол, вроде бы ты уже прочекал его. Но не поверил. И в голове уже, так, здесь вроде никого нету, отвернулся, вот обратно. А на самом деле здесь сидел соперник. Да уж. Но, тем не менее, это был экономический раунд. Я думаю, Эпсилон не сильно расстроились, что он был проигран. Теперь при счете 9-11. И Эпсилон на пике соперника, атакуя, наконец-таки, имеют фуллбай. Даже АВП на Смуя имеется. Как мы уже отмечали, Смуя сегодня очень опасен. И Краф все-таки действительно как мейн-снайпер, Лоделси будет сегодня уступать. Ну, посмотрим. Может быть, это действительно хорошая идея. У нас как минимум две карты на то, чтобы разобраться в этом. Но со стороны, когда сможешь заигрывать Лоделси, с Туану на пару экзистенс любит играть. Да, это да. Так, Робин, Робин. И смог пройти назад. Его зашили довольно-таки жестко. В итоге банан за контроль. Да ладно, Дэвил. Получил прострелы. Но, в принципе, все равно с антрефрагом ты сделал Лоделси. Вообще, Дэвил такой рисковый и очень агрессивный игрок. Часто эта агрессия его подводит. Он погибает, становится антрефрагом. Но, тем не менее, он себя показывает с наилучшей стороны частенько, давая как раз-таки антрефраги. И вот Крафт погиб. Алик подобрал Аликс. А, Космин, ну, я думаю, должен понимать, откуда прилетел от выстрела. Правда, Аликс как-то очень открыто действует здесь. Но, в принципе, понимать, что это мало, что прикрывает. Это уже упал Аликс. И здесь прорвут же Эпсилон. Точку А в теории. Если только Экзистенс не спасет, Экзистенс не спасает. В этой ситуации здесь без квадра килла. Да, и вот, казалось бы, находясь в меньшинстве, Эпсилон отыграли раунд шикарно. Сначала забрали Крава, потом забрали Аликса. Ну, и остальным уже оставалось здесь практически ничего. Экзистенс постарался какие-то размены дать. В итоге вышел на флэшенных соперников, а те были вчетвером. Интересно, 10 тысяч у Дэвила, 5700 у маньяка. Но все равно даже в такой ситуации они не рискуют. То есть, в теории, они могли бы где-нибудь остаться там позади, повыбивать ВП, 2, если что уходит на сейф. Кстати говоря, возможно, чем займется сейчас товарищ Дэвил. Но там проблема в том, что на тест-спауне уже Космин. И, возможно, Космин успеет к тому моменту, когда Дэвил туда забежит. Космин, пересечение двух огней, и Космин вперед просто-напросто Дэвила. Да уж, теперь только лишь маньяк на сейве, но у LDL-C бай будет. Это вот скорость принятия решений. То есть, пока там, знаешь, л-дилсы постояли, подумали, так, может, здесь остаться. Нет, все-таки давай развернемся, уйдем на сейф. То есть, вот Дэвил все это время бежал, а Космин изначально в голове был план, что я пойду на тест-спаун, и наверняка там кто-то будет из соперников. Да, звено Б-планта куда пойдет сейвить? Либо они останутся на Б, либо пойдут на Т-шечку. Мой кот Локи расстроен. У них слезок, на самом деле, не хватает. Очень печальная картина. Ты хочешь, чтобы кот плакал? Ты жестокий человек. Ну, наливаются у меня слезы при виде такого, на самом деле. Ладно, посмотрим, кто будет плакать по окончанию этой половины, этой карты. Наверное, лучше сказать. Потому что здесь счет практически равный. А если берут Эпсилон еще один раунд, то у ЛДЛС будут проблемы. Смуя так нагло действует на самом деле на бананте СВП, занимая дрова. Не боится вообще ничего. Сурил может сейчас забрать экзистанса. Ох, и Космин выходит двоих наказывает! Забрал первого, а второй просто ничего не мог поделать, пока летел вниз. И тем временем Сурил минуснул Алекса. И остался на А только лишь один маньяк. Они за секунду сделали три фрага. Маньяк просто сносится. Я не знаю, человек пробегал, даже не заметил маньяка здесь. Дэвил последний, Дэвил должен сейвить этот авик. Давайте посмотрим быстренько на денежки, потому что там должно остаться очень мало. Да, в следующем раунде могут закупиться ЛДЛС, но бай будет не самым лучшим далеко. ЛДЛС бай какой-нибудь сделал, свой любимый, например. Ну, в принципе, там бай до двух тысяч, Дэвил не засейл ОП. Это, кстати говоря, одним из ключевых факторов может играть. То есть, в принципе, теория, с этим ОП они могли бы какой-то бай сделать. А здесь можно поэкономить смело. Но вот это... Да, 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 вот. Как ты назвал это? ЛДЛСЕКО? ЛДЛСЕКО, да. ЛДЛСЕКО. Точно. Ну, посмотрим. Вновь два фармгана, вновь три пистолета. Поджим центра, скорее всего, массовый. Банан плюс мидл. Пошли гранаты, пошел врыв. Должны этого ожидать Эпсилон. И бороться изо всех сил. Чак есть минус. Еще один должен давать. Да, все-таки забирает звено на банане. Врывается Экзистент, забирает Чака. Но тут же есть два размена. А, Экзистент, последний. Сейчас остался живых. Выбил ЧАЭВП еще. Почти забрал и косменно. Как же опасно. Да, было опасно. Но, слушай, в любом случае дали всего два фрага. Раньше, кстати, ЛДЛСЕКО использовали на, по-моему, четвертом раунде. То есть, когда они проигрывали пистолетку, они играли какой-то полуэко. А потом они на третьем раунде уже брали вот такой вот бай. Ну, оно и не мудрено. Это действительно может сработать. Тем более в атаке. Ладно, в 12-11, Экзистент все-таки вырываются вперед. Пока что по счету пусть не намного. Один раунд преимуществом. Экзистент с антрефрагом по СМУ. В этот раз, кстати говоря, у него снайперская винтовка оказалась в руках. Ну, тут в этой команде Дэвил, Алекс, да, любой игрок может играть с АВП. Что тоже стоит отметить. Но приятно, когда даже в такой команде есть четкий снайпер. Но сегодня он не с нами. Да. Ну, или по спаунтам Экзистент может сыграть, забрал противника в яме. Во всяком случае, сейчас будет контакт с Сурелом. Ну, и вот так вот без СМУ я. Хорош. Видимо, абсолютно не все так гладко будет с этим ЛП. Ну, вот как мы уже обсуждали, тут Экзистент вырубил рейдбосса. Далее его команде должно быть попроще, по идее. Пошел, забрал еще и тиммейта этого рейдбосса. Далее втроем Экзилон под Б. Получится, по идее, в теории. Но если там грамотно раскинуть, если все-таки изолировать Хелпу и запушить этот плент, забрать можно Маньяка. Но, да, здесь смог, и там еще и Дэвилл на перетяжке готов. Маньяк вообще очень уверенный опорник Б плента на Инферно в особенности. Посмотрим, как в этом раунде он справится. Потому что, действительно, раскид обычно сюда прилетает хороший. Особенно на его позицию. Космин врывается просто на сторону Хелпы. Есть информация, что он в спине или нет. Дэвилл должен посматривать. Должно было быть, Дэвилл смотрел другое направление. Так иначе, застройка еще имеет соперник. Его должны протерять. Иначе Маньяк здесь наделает очень много грязи. Маньяк, без бомбов Керри второго. Не успел вырубить, благо Чак был на страже. Бомба будет установлена. Но здесь ключевая позиция, как раз таки, у Космина в церкви. Да, там еще есть Банана. Есть звено. Чак сильно проседает. Чак 2 хп. Космин тем временем закрывает. Все-таки Крава и остается тут один. Но тут же Алекс делает минус 2. Как-то очень открытой позиции оказался Чак на самом деле сейчас. Ну, видимо, понятно, что ему бежать нужно куда-то. Бежать некуда. Да, все примерно так и произошло. И 12-12 у нас продолжается вот эта вот борьба ноздря в ноздрю. Идут команды, размениваясь раундами. Но для защиты это всегда в минус. Потому что экономику нормальную вы не можете себе создать. Что не скажешь об Эпсилон. Деньги у них есть, денег у них много. Сейчас перезакупятся и еще и на следующий раунд останется. По идее. 2 ВП, Дэйвил с Эксистенсом будут играть на двух снайперских винтовках. Интересно. Просто за защиту вообще не так часто видишь Дэйвила с СВП. Начнем с этого. То есть у него такая роль. Он все время где-то позади, где-то ждет замыкающих. А тут придется инициативу проявлять. Ну, здесь он остается в соло играть на Б. В принципе, тогда решение купить АВИК ему именно абсолютно понятным. Кстати говоря, это уже показывали нам ЛДОС. Дэйвила в соло на Б СВП. И при этом укрепляется, естественно, точка А. ЛДОС готова здесь четвером встречать соперника. И Аликс идет играть довольно агрессивно. Но уже на бойлер заходить, наверное, было бы не лучшей идеей. Минуту 20 до конца раунда остается за бомбой. Я так понимаю, СМУ сейчас полетит. Но я бы просто не забыть, во всяком случае. Ох, на Дэйвила точно будет выходить под флешку. Сможет ли он хотя бы по таймингу дать фраг СМУ? Я пропрыгивает. И Дэйвил в итоге смог в ответ. Ну, через СМОК-то не полезут, слишком рискованно было бы. Но вообще тут и абсолютно рисковали вот этой пропрыжкой. То, что Дэйвил теперь мог быть в другой позиции и просто забрать игрока. Так Дэйвил здесь мог еще и не один быть, действительно. И тиммейк где-то со ступеней бы забрал все-таки соперника. Тем не менее, уже 4 игрока на банане и один рядышком Космин. Все выдвигается в сторону точки Б. У Дэйвила могут начаться проблемы, но Крафт уже приходит. Флешка, 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 флешки летят. Вроде как Дэйвил, правда, стоит закрыт. Хлп, но здесь дым. И теперь он вообще ничего не сможет сделать. Рандомный прострел, только какой-то с АВП может, в принципе, найти цель. Но нет, не получается. Да, и проблемы. Бом оставится. И ситуация 5 в 5, но Крафт уже погиб. Тут же еще и маньяк отклеивается. Там Крафт просто ворвался во время планта. А один против четверых планта сражался. И Дэйвил выходит на сейв своего девайса. Слушай, такая довольно-таки жестко напряженная игра. Я чувствую, что у нас и Мираж будет таким же приблизительно. Ну, я хотел бы в это верить. Ну, вот если такие раунды продолжатся, действительно, за такой игрой можно очень долго наблюдать. И получать очень много удовольствия от подобных раундов. Потому что разыграно было очень даже хорошо. На сейв не отпускает экзистнуться. И Алик все-таки дает размен. Да, но мы не могли здесь физически ожидать. Просто двоих уже, скорее всего. И два АП сохранят. Уделся у себя на руках, по идее. Ну, правда, слышит, может быть, Космин, как там в коврах. Перемещается, хотя нет. Одно шуте Алик двигается. Ну, может быть, найдут Аликса все-таки там рядышком. Нет, Сурил не пошел. На эти перестрелки 13-12. Несмотря на то, что там по 10 тысяч игроков команды Эпсилон было. Ну, вот у Сурил того же самого. С тремя ХП он не рискнул против ОВП лезть. Кстати, вот мы отмечали, когда у Смуя был 21, по-моему, фраг. Что он такой молодец. С тех времен прошло очень много раундов. А теперь у него всего-то 23. Как только его стало не хватать, стали по раундам проседать Эпсилон. Ну, там просто из-за дефенса он помнишь, сколько мультикилов-то давал СУП на приемке. Вот в чем дело. То есть противник сам на него выходил. А теперь уже за атаку здесь очень агрессивный стиль нужен игры СУП. Так, Космин выключает Алекса. Вырубили один авик. Краф все-таки разбирается с Урилом. Может еще и Космин забрать, но получает по голове от того. И втроем остается LDL-C. Одно АВП по-прежнему в активе, но сильно растянуты они по карте. Так, экзистенс пик ковров, но Космин его здесь просто ожидал. В итоге под точкой А. Ну, тут вблизи находится Дэвил. Играет на арке, но, скорее всего, если он никого не встретит, просто уйдет сейвить ТВП. Ну, он уже уходит, понимая прекрасно, что его здесь могут очень быстро закрыть, даже с разменом для него. Это не самый лучший вариант. Уходит в конструкцию. Где-то, может быть, на БФ Тёмочку сядет, будет сейвить. Ну, а там как-то маньяк постарается его прикрыть по максимуму. Тем более, что и армор, и смоук с флешкой захочет маньяк перенести 100% в следующий раунд. Да. Конечно, 14 раунда Эпсилон забирают себе. Там уже просто для LDL-C сейчас проблема не только в своих деньгах, но и в соперниках. То, что у них слишком много этих денег у Эпсилон. Они к 4-м выживут, 3 500 еще за раунд получат. И там, конечно, вообще-то никак физически за основное время не выйдешь противника на Эко. Так, смуя. Маньяка забирает. Остается только Дэвил на сейве Авика. Ну, конечно, он может забрать смуя, но тут же моментально прибежит и Робин, и рядышком будет Чак. Дэвил сам идет на контакт, слышит, как соперник заходит в плент. И Дэвил есть минус. Смог. И, возможно, уйдет в церковь, либо будет играть под дым агрессивно. Ну, просто не знаю, может быть, еще из-за спины кто-то здесь зайдет. Дэвил, да ладно, он живет за сейв в этих дымах. Ой-ой-ой, Дэвил живет. Что? Кэштег Дэвил живи, наверное. Сейчас должен просто залетать, я думаю, в чатик. Жук. Потому что действительно скрылся в дыму. Ассасин прям какой-то. Как ниндзи дым под собой раскрыл. Да-да-да. Исчез. 14-12. Пистолет на руках улдил все ВП. Дэвил все-таки за сейвил в этот раз. У Сурио было огромное количество денег. Ну, ты посмотри, он играет на МАК-10. Это, возможно, быстрый раунд по точку БА. Смуя уже бежит во главе своей команды. Там флешеные все выдавливают отсюда игроков защиту. Но те втроем в пленте. Сурио. Сурио должен будет сейчас идти дальше. Уже и флешки, и смоки залетели. Но минусы Дэвила есть. И заставляет, возможно, Эпсен сейчас остановиться. Нет, нет, они пойдут дальше. Дэвил еще один минус дать не удалось. Но тиммейты должны доработать. Нет, они погибают без каких-либо шансов. Аликс Крафт вдвоем. Должны забирать одного, второго. Может, ну, быть посложнее, конечно. Но, тем не менее, Аликс там пока не выходит на перестрелки. Ну, Аликс, тычку-тычку-чок. Нет, получается. Про сходство отца я вспоминаю на мажоре СТЮТ Тукес оказался с ОВП на Бэпленте. И, конечно, что он там вытворялся, ты знаешь, с коментовкой. Это просто нечто. Ну, потому СТЮТ Тукей Мажор-то и выиграл, а Дэвил нет. Да. Ну, ладно. Тут уж, конечно, последняя попытка ЛДЛС зацепиться за это Инферно. Обидно просто, вот, даже если и ЛДС-ты проиграют, но Инферно и Мираж, что они как раз-таки на таком ответственном матче оказались, конечно, неполным составом. Да, матч на убывание, с заменой играть неохота. Ты посмотри, какие быстрые размены у нас на Банане. Чак забирает Дэвила, и в большинстве остается команда атаки. Тут же прошел прокид Банана, сильно растягивается, приходится защитить, и погибает уже Алекс. Краф. Краф в упоре. О, дошел, но не забрал с Мою. Ничего себе. Экзистенс 1 в 4. Да. Конечно, два противника красных. Собрать бы фулловых для начала, и вроде как справляется, насколько же КП он на это потратил. Так, в спине оказался у него Смуя. Смуя даблкил в раунде 16-12. Первая карта пик команды DLC уходит в актив команды Epsilon. Все-то хорошо начиналось, казалось бы, и действительно, мы преимущество зарабатывали, и вроде бы как и лидерами все время были, и после первой половины даже вернулись они с небольшим камбэком, по итогу взятые пистолетки из следующей серии. Но вот в самом конце именно начали проседать, к сожалению. Но инферно, что ж, копилки именно у команды Epsilon, мне все время хочется сказать, что это шведы, почему-то вот. Привык. Вернуться туда в те самые времена. Да, когда там шведский состав был классный. Ладно, но сейчас не об этом, друзья. У нас впереди еще будет карта до Миража, в сопровождении краски команды Epsilon. Именно это их пик. Мы будем отправляться на небольшую рекламную музыкальную паузу, и надеемся, что Epsilon все-таки покажет там бой. Субтитры создавал DimaTorzok